С каждым годом ветеранов, дружников тыла, детей войны, людей, которых коснулась эта страшная трагедия, становится все меньше. А значит, все меньше и меньше наше поколение может узнать из первых уст об этих событиях. Мы не вправе забывать историю, ведь благодаря этим людям сегодня на земле мир. В преддверии празднования 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в районе прошла акция «Дом со звездой». Проект «Дом со звездой» направлен на увековечение памяти участников Великой Отечественной войны. Звезды устанавливаются на домах ветеранов в знак уважения и искренней гордости за подвиг народа. Самое главное, что в акции принимают участие волонтеры учащейся школы района. Подобное мероприятие прошло в Натырбовском сельском поселении. Глава муниципалитета Наталья Косицына отметила, что это событие призвано еще раз напомнить о подвигах наших дедов и прадедов, сражавшихся за свою отчизну. В преддверии 9 мая мы продолжаем акцию, начатую еще в том году. Данная акция носит название «Дом со звездой». Мы из числа наших жителей выбираем домовладения, в которых проживали участники Великой Отечественной войны. И сегодня проживают в этих домах их близкие родственники – дети, внуки, правнуки. В данное домовладение мы приезжаем с детьми, с работниками Дома культуры и говорим огромное спасибо родственникам за победу, которую одержали над фашизмом их дедушки, отцы. На стену дома, либо на забор мы вешаем, прикрепляем пятиконечную звезду, как память о той великой победе, как память о той великой свободе. И проходя мимо, все жители нашего села, гости, обращая внимание на эту звезду, помнят, что здесь жил герой. Первая звезда появилась в Кашихабльском районе еще осенью прошлого года. На сегодняшний день их количество достигло 16. С интересом школьники-волонтеры рассматривали личные награды, военные документы героев войны. Фоменко Мария Васильевна родилась в 1925 году. На фронт ушла добровольно в мае 1944 года. Была медсестрой в санчасти 20-25. Была награждена медалями за победу над Германией. После войны долгие годы работала медсестрой. Заслужила звание почетного донора СССР. Была награждена медалями и почетными грамотами за многолетний и добросовестный труд. Сейчас в этом домовладении проживает их дочь Александра Григорьевна. Мы склонились низко-низко у подножья обелиска. Наш венок распел на нем жарким пламенным огнем. Мир солдаты защищали, жизнь за нас они отдали. Сохраним в сердцах своих память светлую о них. Как продолжение жизни солдат под звездами мирной державы. Цветы на ратных могилах горят. Венками не меркнущий славу. Солдату я слагаю воду. Был ратный путь с его тяжел. Он все прошел, а он... Шагал по вражескому следу до завершающего дня и прочно выковал победу из грома, стали и огня. И полная творящей силы, вся в блесках солнца, не в дыму, стоит спасенная Россия, как вечный память. Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки, ракеты, машины русские солдаты. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Фейерверк цвета от неба, рассыпаясь там и тут. Что такое День Победы? Это песни за столом. Это речи, миссия, это дедушка, это фрукты и конфеты, это запахи сны. Что такое День Победы? Это значит нет войны. Красные звезды зажигаются на домах ветеранов, как символ памяти о тех доблестных подвигах, которые совершили наши предки в годы войны.